Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс, на этом канале мы обычно пьем много кофе, но сегодня у меня детокс, поэтому наливайте то, что вы сегодня пьете, будем сплетничать. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, дорогие мои, дорогие мои, 6 машин, всего в автопарке Соловьева 9 машин, серьезных машин, прямо такая серьезная коллекция. Кого там только у него нету, у него есть целый кортеж, который его защищает, то есть просто так к этому человеку не подъехать ни на какой козе, это правда. И когда, вы знаете, особенно в контексте всей вот этой вот информации, когда ты думаешь о том, что на человека планировалось нападение, ну не подъехать к нему. И вот ты смотришь, и именно в контексте вот этой вот всей информации, ты просто в шоке, я просто в шоке, потому что все это настолько шито белыми нитками. Миллионы и миллионы у него вложены только в автомобили. Мы здесь молчим про квартиры, какие-то сотни метров квадратных, человек живет, как сыр в масле катается. Вы знаете, для меня особенно обидно, ну не мои налоги, конечно, но все это оплачивается из ваших же карманов. И вот Соловьев и Симонян, это, конечно, люди, которые усваивают огромные деньги. Люди работают, люди зарабатывают деньги. Вы знаете, у меня один вопрос только к этим самым людям, а как вы спите? Потому что то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, это разжигание ненависти, разжигание межнациональной розни. Это провокация, которая спровоцировала в итоге войну в Украине. Годы и годы были зомбирования через телевизор. И знаете, огромное количество людей же верит им. Вчера буквально в своем телеграм-канале опубликовала несколько замечаний, можно так сказать. Это то, что я наблюдаю, что сейчас происходит. Вы знаете, что интересно? Одно дело, огромное количество россиян верят тому, чем занимается Соловьев, верят тому, что говорит Соловьев. Огромное количество украинцев, я без шуток, поддерживают политику Кремля, поддерживают вторжение в Украину. И действительно от всей души радуются успехам российской армии. Вы представляете, как работает вот на каком-то для меня непонятном уровне пропаганда, когда люди чью-то страну сейчас просто уничтожают танками. Они говорят, да, это правильно, нужно это все изменить. Нужно срочно уничтожить тех людей, которые делают плохо для Украины. И то, что делает российская армия в Украине, это правильно. До такого происходит, дорогие мои. И вы знаете, когда думаешь, в принципе, о Соловьеве, то здесь одна у меня мысль. Что человек настолько вот в последнее время, ну, потерял абсолютно берега. Человек не видит никаких границ. Человек оскорбляет. Человек занимается оскорблением. Вы знаете, на Ютубе есть такая тема, которая называется «Нарушение правил сообщества». Есть такая тема, как речь из ненависти, хейт-спич. И именно этим, не стесняясь, занимается Соловьев. Вот буквально сейчас он оскорбил губернатора Свердловской области. Назвал он этого человека центром мерзотной либероты. То есть человек вообще не следит за языком. И вот, пожалуйста, Куйвашев, его фамилия, этого самого губернатора, обратился к Соловьеву. Цитат. Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль, главным образом, вас, потому что, как значительное число ваших почитателей и слушателей, после этих высказываний, которые я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. Горожане будут вас очень ждать на ваши лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А я думаю, что Соловьев никогда не делает ничего сгоряча и необдуманно. Все прописано, все согласовано, все идет, конечно, по сценарию. Я надеюсь, что это было сгоряча и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы. Очень любит и ценит людей, которые следят за своим языком. Он призвал его следить за своим языком. Вы знаете, любую информацию можно преподнести элементарно в рамках приличия. А когда ты сваливаешься в базарную, орущую, визжащую бабу, когда ты оскорбляешь людей, не лезя в карман за словами. Нет, я понимаю, ты, может быть, жутко не согласен с позицией Куйвышева. Но серьезно, ты скатываешься в оскорбление ужасно. Ужасно, когда взрослый человек, человек, видимо, с образованием, человек, который всю жизнь на федеральном канале занимается вот подобным. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. И да, сегодня у нас выпуск из Монако. Боня очень хотела сняться с нами. Но, к сожалению, мы принимаем здесь только резидентов Монако. Боня, вы знаете, в Монако не живет и резидентства не имеет. Поэтому, извиняй, Боня, обошлись сегодня без твоего участия. Маргарита Симонян буквально позавчера. Ребят, прошу прощения, сейчас у нас походные условия. Поэтому мы снимаем не то, что... Ну да, день запоздания у нас получается в информации. Но, тем не менее, сплетни нам очень все интересно обсудить. Потому что очень все горячо. И вот буквально два дня назад на канале Россия 1 она говорит следующее. Что творит сейчас Галкин? Я уже не могу это слышать. Как он поливает, по-моему, Россию и русскую армию. Не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет. Но я позволю себе сказать то, что думал о нем всегда. И далее она говорит следующее. Что творит сейчас Галкин? Я уже прошу своих друзей и знакомых. Ну не присылайте вы мне. Я не могу это слышать. Как он поливает помоями Россию и русскую армию. Но ведь это в первую очередь говорит о качестве этих людей. Наверное, о качестве этих людей, об их душевных признаках. Я не знаю, можно об этом говорить в эфире или нет. Но я, с позволения вашего, скажу. Потому что человек себе уже такие вещи позволяет, что я позволю себе сказать то, что я думала о нем всегда. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качество этого человека. Ну зараза, они там как на подбор такие. Ну как на подбор. Ведь про каждого... Я их не люблю. Это только известная анекдоте. И не любила никогда. Ну ёлки-палки. И ты вот человек вот такой. Лживый-перелживый. Печать ставить негде. Ты позволяешь себе мою родину обливать по-моему, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще родина. Ну что за мразь. Я в конце концов решила позволить себе говорить правду про них. Восхитительная информация, да? Конечно, Максим Галкин, человек нетрадиционной ориентации. Это все знают. Но Максим Галкин, вот правда, ребят, это человек, который никогда не афишировал особые детали своей жизни. Максим Галкин, это человек, который излучает позитив. Для меня Максим Галкин, это человек позитив. И мы никогда не проходились по его личной жизни, потому что в принципе это понятно все. Итак, Пугачева, да, его брак с Пугачевой, но конечно это борода, конечно это борода. Но у них есть суррогатные дети. У них есть, я не знаю, насколько это нормальная семья, но это семья. Вы понимаете? А вот так вот растаскивать ориентацию человека на федеральном канале на миллионную аудиторию, вы только представьте себе какое это дно. Я напомню, что аутить человека, это, ну это низко. Одно дело, когда мы, я слышу себя сейчас, понимаете? Потому что часто мы здесь обсуждаем чью-то ориентацию. Ну когда люди заявляют и форсированно толкают своих невест, которые невестами им не являются, вот здесь мы как бы конфронтируем и опровергаем заведомую ложь. Но когда ты аутишь человека на огромную, ну понимаете, да, Максиму Галкину дорога в Россию закрыта и высказание Маргариты Симоньян о его ориентации, это, конечно, пробитое дно однозначно. Но все, что они сейчас пытаются сделать с Максимом Галкиным, это, конечно, уничтожить полностью его карьеру, потому что все вы знаете, что Россия это достаточно гомофобная страна. И если вы высказываетесь о ориентации человека, которого любит огромное количество женщин, возрастных женщин, которые в то же время не приемлют, не приветствуют ориентацию нетрадиционную, то вроде как таким образом ты ставишь крест на его карьере. И вот, пожалуйста, сейчас, я напомню, Максим Галкин уехал в начале марта и впоследствии его высказывания в интернете обсуждали мы, например, вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть его осуждения, действия России в Украине. И вот, пожалуйста, цитата. Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали. Здесь мы говорим про передачу, которую вел Максим Галкин в течение последних пяти лет. Шоу сегодня вечером. Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенном на запись, звездам потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько. Судя по всему, будут выбирать в процессе, кто лучше впишется. О чем речь? Сейчас на данный момент это шоу не снимается, но объявили, что оно будет возобновлено, но уже без Максима Галкина. И вот звучат имена Александра Олешко, Нонна Гришаевой, Дмитрий Борисов и другие. Возможно, вернется в формат с двумя или вообще несколькими ведущими. Так говорят именно источник из федеральных каналов, люди, которые создают это самое шоу. И вот, пожалуйста, Максима Галкина уволили с федерального канала. Ну, конечно, ребята, о чем здесь речь? Максим Галкин взял очень непримиримую позицию. На самом деле, герой, герой же, который высказывает свою позицию четко, громко и во всеуслышание. Вы знаете, что удивительно? Обычно здесь, как у нас, делятся наши сплетники на два лагеря. Кто-то говорит, украинцы они поддерживают, а русские, обычно, когда дело касается публичных людей, которые осуждают войну в Украине, обычно они этого человека месяц с грязью. Но сколько же восторженных комментариев было у меня под моими последними несколько видео, когда мы говорили о высказаниях Максима Галкина на тему, что он красавчик, он молодец и как хорошо, что он уехал, потому что хотя бы сейчас у него есть возможность высказывать свою правду. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники и сплетницы. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и сказав про тот факт, что огромное количество людей, публичных людей, тоже уехали, вот первый порыв был, да, уехать из России, потому что одно дело война в Украине, другое дело попрание свобод. Слово попрание свобод в принципе, сейчас вот эти вот две статьи, это дискредитация российских войск и распространение фейков. По этим темам можно привлечь любого, если у вас желто-синяя, какое-то, я не знаю, могут быть кроссовки, мужика же задержали за кроссовки, потому что были синие-желтые кроссовки, и это рассматривается властями как подстрекание к бунту. Ну, иными словами, да, то есть огромное количество людей уехало сразу из России, это был первый порыв. И вот, пожалуйста, сейчас Моргенштерн признался, что он хотел бы вернуться, но боится. Цитата. Давайте сделаем официальный документ, заверенный государством, что если вдруг по возвращению на меня заведут уголовку, ты сядешь вместо меня. Так он обращается к Амирану Сардарову, обсуждали это мы вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти, и посмотреть, когда Амиран Сардаров сказал, возвращайся, тебе все простят, живи в России, потому что здесь тебе будет хорошо. Дальше он пишет, к сожалению, юридически это невозможно, то есть, чтобы кто-то взял за ответственность за Моргенштерна. Вообще, какое к тебе доверие после всех твоих мувов? Я обожаю Россию, я хочу на дачу в Уфу, в серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе, но я просто элементарно боюсь, так заявил Моргенштерн. И вот, пожалуйста, дорогие мои, Ксения Собчак написала, Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращения тех, кто почувствовал, что миграция и отпуск это разное. У кого-то уже кончились деньги и в Фейсбуке огромное количество. Сломался компьютер, телефон, собирая на помощь беженцам. Люди потратили последние деньги в панике, переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке, просто попали в ловушку. Ситуация. Вернуться домой вроде как ничего не мешает, но с другой стороны отдали свои деньги за съемные квартиры, которые стоят бешеных денег. Мы здесь говорим про квартиры в Дубай. Дубай это очень дорого, дорогие мои. Поссорились с друзьями, возвращаться будто некуда. В общем, наблюдаю тренд, хочу домой. Так написала Собчак в своем телеграм-канале. Вы знаете, огромное количество блогеров, я общаюсь с блогерами, которые уехали, и они говорят, во-первых, конечно, упала монетизация. Здесь мы говорим если про блогеров, потому что на территории Российской Федерации сейчас вообще не монетизируется ничего, а у некоторых блогеров было до 90% просмотров с территории Российской Федерации. И вот эти блогеры, они уехали со своими финансовыми подушками, которые были накоплены за годы работы. Но вот лично у нас, наша команда, это я, и мой замечательный монтажер, который просто с неба был послан. Вот мы сработались, это один из немногих людей, с которым я сработался, у нас маленькая команда, мы два человека. А у людей команды гигантские и осветители, и операторы, и ассистенты. И люди пытаются от чистого сердца поддержать свою команду, но у них нет той возможности. Реклама практически упала в ноль. И смотря на то, что вот ноги вот так вот рванули, а опять же элементарная та тема, что более 10 тысяч долларов ты не можешь единовременно вывести на одного человека. И начинается, что я не знаю, квартира, блогерская квартира, да, треха должна стоить, потому что мы там снимаем, она красивая, она фотогеничная, это важно. Жить в Европе дороже, чем в России. Многое, что дороже в Европе, и если вы, например, российский гражданин, то даже элементарная медицинская помощь встанет вам в гигантскую копейку. И вот сейчас очень многие думают о возвращении, а куда возвращаться, люди не знают. Вы знаете, вот заложники ситуации, да, как Собчак написал, вложили деньги в аренду, как жить, на чем зарабатывать, сложно. Интересно послушать мнение вас, кто уже сейчас уехал вот в первую волну вот два месяца назад, как вам сейчас живется, поделитесь своими переживаниями, поделитесь своими, я не знаю, планами на ближайшее будущее. И если у вас мысли сейчас вернутся обратно, потому что элементарно не вытягиваете. И здесь нет ничего постыдного, люди в панике бросились, а сейчас, а куда возвращаться, возвращаться в новую Россию, а Россия сейчас новая, Россия сейчас кардинально новая. Давайте пообщаемся в комментариях, интересно послушать ваше мнение. Павел Мамаев, только что мы говорили в нашем последнем видео об теме Мамаева и надежды его, вот это вот Санько, которая, его новая жена, которая ждет от него ребенка, и вот, пожалуйста, добился он сокращений алиментов на родную дочь. Повторное заседание суда состоялось 27 апреля в Преснянском суде Москвы это все рассматривалось. Павел и его новая возлюбленная Надежда Санько с помощью юристов добились снижения размера выплат ровно в половину. Теперь по решению суда футболист обязан выплачивать своей бывшей жене Алане Мамаевой одну шестую часть дохода на их общую дочку. Цитата. Как можно быть таким бездушным человеком пишет Мамаева чтобы желать уменьшения алиментов на родную дочь? Как можно бороться за то чтобы не платить своему ребенку? Про сына я вообще молчу. Да он ему не родной но все мы помним когда Мамаева посадили главным аргументом в суде было то что у него двое детей на иждивении при разводе сразу стал один. Ну мы говорили о ситуации отцов кукушек да если так можно выразиться да ведь огромное же количество людей в нашем предпоследнем наверное видео говорили про во первых матерей которые отдают своих детей на воспитание бабкам течкам я не знаю кому там еще родственникам да потому что карьеру строить нужно и говорили про отцов которые бросая женщин бросают по факту из своих родных детей удивлен ли я нет два сапога пара Мамаев и его Санько потому что если ты видишь какая негативная женщина его нынешняя жена ты понимаешь что муж и жена одна сатана так же говорят да становится все и многое на свои места и вот такой вот мужик теперь знаете у дочери отсудил алименты красавчик я думаю без Ольги нам сегодня не обойтись выплывай милая смотрите какое дно леди леди гага во время своего концерта в лас-вегасе оскорбила россиян были тупыми такими и остались так обобщила она ситуацию вот война в украине россия напала на украину и вот она обобщила всех россиян именно таким образом знаете я считаю это крайне неправильно потому что я знаю огромное количество россиян которые категорически против военных действий которые осуждают по линию кремля которые не хотят жить в этой новой россии но ничего по факту сделать не могут огромное количество людей из них любили и любят леди гага обобщать всю нацию знаете проблема же сейчас в чем вот когда ты едешь с русское имя и фамилии в европу на тебя смотрят с подозрением на тебя смотрят часто с ненавистью потому что ты русский да и смотря на эту всю ситуацию ты понимаешь что люди стали сейчас обобщать всю русскую нацию обобщать всех русских людей и если ты русский значит ты однозначно за войну в Украине однозначно за Путина ну неправильно это ребят на 148 миллионов населения России ну нет конечно огромное количество людей поддерживает президента но не все такие я считаю ужасно это когда леди гага вот так вот всех обобщила под одну гребенку оскорбляя целую нацию сказала она что пожалела что приезжала она в Москву и больше в Россию она никогда не приедет неправильно нужно думать когда делаешь такие вот высказывания потому что ну нельзя обобщать обобщение здесь неуместно для многих россиян их нынешняя реальность это огромная боль это шок и люди не знают как жить как растить детей как воспитывать детей как учить как лечить новое реалие понимаете и они против этого они хотят старой России когда вся Европа была открыта когда доллар стоил семьдесят восемь реальные семьдесят восемь вот были возможности понимаете сейчас целые нации это все отобрали а и люди вот продолжают с негативом обобщать всю нацию очень неправильно ну и пожалуйста вам дорогие мои против знатока что где когда Равшана Аскерова завели дело о реабилитации экстремизма все своим комитетом заявляют что он опубликовал в соцсетях заведомо ложные сведения оскорбляющие порочащие память великого российского полководца и защитника это цитата СК отечественного маршала Советского Союза Григория Константиновича Жукова по статье 354 точка 1 часть 4 Аскерова грозит до 5 лет лишения свободы можно высказываться по поводу маршала Жукова можно быть не согласным можно не любить маршала Жукова и это не должно быть криминалом это не должно быть чем-то противозаконным за высказывание о маршале Жукове не должен засветить срок ребят ну куда это все проваливается как это можно вообще обернуть мысли вокруг этого абсурда но ты высказываешь свое мнение у людей должно быть свое мнение и они должны свободно не боясь его высказывать не боясь реального срока это огромное количество вот сплетников из России пишут меня в комментариях да правильно это не нужно распространять фейки а кто судит это суди кто дорогие мои или вам напомнить расследование ГУЛАГ когда выбивают из невиноватых вину и каким образом все вы знаете и как в такой стране можно запрещать людям высказываться и грозить сроком срок за высказывание в соцсетях до 5 лет не 15 суток до 5 лет ну такое интересно послушать ваше мнение давайте пообщаемся в комментариях дорогие мои сплетники все вы знаете на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных я знаю в каждом городе в каждом населенном пункте есть приют который очень сильно нуждается в нашей поддержке есть животные которые живут на улице и они напуганы они одни и мы единственные люди которые в состоянии помочь братьям нашим меньшим никогда не проходите мимо страданий бездомных животных продолжайте всегда везде доказывать всему миру что мы сплетники умеем не только сплетничать но и любить вот и все сплетни вот и все новости на сегодня пожалуйста не скупитесь на лайки и подписки каждый божий день даже когда у нас каникулы даже когда мы в поездках сплетни выходят на этом канале каждый божий день подписывайтесь если вы считаете что этот блогер который заслуживает поддержку пожалуйста поддержите дорогие мои сплетники мы будем вам очень благодарны если же вы просто не в состоянии нет финансовой возможности нас поддержать хотя бы элементарно не пропускайте пару рекламных интеграций, и мы будем вам за это очень благодарны и продолжать радовать вас каждодневными сплетнями и новостями. Я вас обожаю сплетники. Увидимся обязательно завтра. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!